Никому, наверное, уже не секрет, что форму для Вермахта и СС шила компания Хьюго Босс. Конечно, многие думают, что поэтому она такая и красивая. Но на самом деле Хьюго Фердинанд Босс на тот момент был только начинающим модельером, который уже несколько раз успел разориться. Только его вступление 1 апреля 1931 года в Национал-Социалистическую немецкую рабочую партию спасло его предприятие от очередного краха. Сначала Хьюго Босс получил партийный заказ, на производство униформы для штурмовиков, также известных как коричневорубашечники, молодежной организации Гитлер-Югента и СС. С началом же Второй мировой войны он выиграл еще и тендер по пошиву формы для Вермахта. Именно это сделало его фирму такой, какой мы знаем ее сегодня. Во время войны на его фабрике работало 150 подневольных рабочих с Украины и больше, а также 40 французских военнопленных. После же войны Хьюго Босс был признан пособником нацистов и приговорен к штрафу в размере 80 тысяч марок, а его предприятие быстро переключилось на производство рабочей одежды для железнодорожников и почтальонов. Дизайн формы СС разработал немецкий художник Карл Диббич, который также создал и все регалии для этой организации, например, меч и кинжал чести. Диббич также состоял в Национал-Социалистической партии Германии, и в 1936 году он основал фабрику художественного фарфора, которая выпускала домашнюю керамику и посуду. Но вскоре его фабрика перешла в ведомство рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, который мечтал развить новый художественный вкус у немцев. Стоит ли говорить, что во время войны на этой фабрике также использовался принудительный труд заключенных, концентрационного лагеря Дахау, а сам Карл Диббич достиг немалых высот в армейской карьере и дослужился до оберфюрера СС. Кстати, кто проектировал форму для вермахта, мне узнать не удалось. Делал это также Карл Диббич или сам Хьюго Босс, а может еще кто? Напишите в комментариях, если кто что знает по этому поводу. При капитализме прибыль поставлена во главу угла, поэтому многие компании, цинично наживаясь на войне, работали на два фронта. Особенно этим грешили американские фирмы. Например, Кока-Кола во время Второй мировой войны продавала свой продукт как странам союзников, так и германскому рейху. Завод в Кёльне был основным поставщиком прохладительных напитков для войск вермахта. А вот реклама для американских солдат во время войны. И такая же реклама для стран-союзников. Слоган звучит так. Кока-Кола – это здорово! Ингредиенты для этого замечательного напитка поставлялись в Германию через подставные фирмы в Аргентине до того момента, как страны антигитлеровской коалиции наконец-то не принудили правление Кока-Колы прекратить эти поставки. Тогда сообразительные немцы национализировали завод Кока-Колы и стали варить напиток из местного сырья, яблочного жмыха и молочной сыворотки. Имя новому напитку нашли быстро. Макс Кайт, руководитель местного подразделения Кока-Колы, призвал своих менеджеров использовать воображение, фэнтези, на что сразу же получил ответ – Фанта! Так и оставили. Особенно хороша реклама Фанты в виде ручной гранаты. Напитки Кока-Колы и Фанта радуют детишек всего мира и по сей день. Другая такая же беспринципная американская фирма, работающая на два лагеря – это Кодек. Во время войны, помимо принадлежностей для фотографирования на заводе в Кёльне, она производила вермахту детонаторы для бомб. Самое циничное в этом то, что на своем заводе она использовала труд пленных американцев из концлагеря. Ну а вот уже реклама 1944 года, рассчитанная на своих земляков. На руинах дома сидит военнослужащий и разглядывает фотографию. Слоган этой рекламы звучит так – «Даже на войне мы делаем ближе ваших родных». Когда американцы вступили во Вторую мировую войну, то они с удивлением обнаружили то, что немцы так же, как и они, воюют на автомобилях фирмы Opel и Ford. Opel в то время принадлежал американской компании General Motors. Генри Форд же был очень близким другом Адольфа Гитлера и страшным антисемитом. Может, поэтому его портрет и висел у Гитлера в кабинете в полный рост. Форд, построив на территории Германии свои заводы, выпустил для Рейха 48 тысяч колесной и 12 тысяч гусеничной техники, что не мешало ему продавать свои автомобили и союзникам. Ничего личного, это только бизнес. Замечательные концентрированные продукты делала для вермахта фирма «Магия», благодаря чему сухой паек немецкого солдата вызывал зависть не только у красноармейцев, но и даже у солдат-союзников. А домохозяйки России познакомились с продукцией этой фирмы в 1996 году. Сейчас фирма «Магия» входит в портфель крупнейшей швейцарской транснациональной корпорации «Настле». Кстати о «Настле». Эта фирма во время войны выпускала для танкистов вермахта панцершоколад. Знающие люди говорят, что туда добавлялись амфетамины, благодаря чему немецкие танкисты могли не спать до трех суток и вести бой. Наверное, врут. Только вот совсем недавно «Настле» запачкалась в другом скандале. Несколько негров сбежали с ее кофейных плантаций в Африке и подали в суд. Они заявили, что их принуждали к рабскому труду по 14 часов в день без оплаты труда. Среди этих рабов были и дети. Но зато шоколадки у них вкусные. Химическая и фармацевтическая компания Bayer в 1899 году зарегистрировала всем известный препарат от головной боли – аспирин, который продавала по рецепту. Без рецепта же она продавала средство от кашля под названием «Героин». До Первой мировой войны героин был торговым знаком фирмы Bayer. Но в рамках данного повествования интересна эта компания нам не этим. В годы Второй мировой войны эта фирма поставляла в немецкие концлагеря знаменитый газ на основе цианида «Циклон-Б», с помощью которого травили людей в газовых камерах. Сильной национальной немецкой компании, которая не запачкала свою биографию работой на две стороны, является BMW. Ее автомобили в то время не сильно пользовались популярностью, но зато мотоциклы были высокого качества. Если вы видите на фотографии немцев на мотоциклах, то, скорее всего, они произведены. Не немцы, а мотоциклы. Хотя, может, и немцы. На заводах BMW. Mercedes-Benz, которая в 1885 году начала выпуск первого серийного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, ко времени Второй мировой войны превратилась в огромный концерн, имеющий на территории Германии несколько заводов. Помимо грузовиков и легковых автомобилей для фронта, Mercedes-Benz производила большой легковой автомобиль с рамой из бала ковального сечения и задней пружинной подвеской. Этот красавец служил средством передвижения для лидеров Третьего Рейха. Но мало кто знает, что этот концерн еще производил и двигатели для самолетов Люфтваффе. Вот, например, реклама этих моторов того времени. Кстати, до войны немецкие самолеты оснащались английскими двигателями Rolls-Royce. Но что-то заставило немцев перейти на отечественную продукцию. Видать, Грозный Черчилль умел вовремя угомонить жадность своих капиталистов. Тяжелая самоходная артиллерийская установка Фердинанд, разработанная немецким инженером Фердинандом Порше в 1943 году, поражала своей броней и мощью. 88-мм пушка этого монстра пробивала все имеющиеся советские танки ИСАУ, а ее броня выдерживала лобовые попадания любых снарядов. Фердинанд Порше не только изобрел грозное оружие, но и его фирма делала ходовую часть для этих самоходок. Также она поставляла вермахту вездеходы и амфибии на базе автомобиля Volkswagen Juke. Строились же Фердинанды на заводах фирмы Skoda. Эта чешская компания во время Второй мировой войны была кузницей военной продукции Германского рейха. На ее заводах для войск вермахта выпускались также гусеничные тягачи, грузовики, работающие на газу, армейские внедорожники, собирались танки и самолеты. Благодаря тесным отношениям Адольфа Гитлера с владельцем фирмы Maybach, Карлом Maybach, его фирма заняла монопольное положение по производству всех двигателей для САУ и танков Третьего рейха. За годы войны эта компания поставила для нужд вермахта более 140 тысяч двигателей, а слоган этой компании актуален и до сих пор. Maybach – автомобиль, который станет последним желанием в вашей жизни. Если вы видите на улице большие грузовики фирмы MAN, то знайте, что во время войны их инженеры разработали знаменитый танк Пантера, который стали выпускать на своем заводе. Компания Bosch, инструмент, который есть у каждого уважающего себя мужчины, делала электрогенераторы и всю электронику для немецких танков и самолетов. Bosch – разработана для жизни. Ну и напоследок, замечательный немецкий концерн Siemens, который сейчас выпускает бытовую технику, телефоны и даже трамваи и поезда, в годы войны выпускал радиоопеллингационные системы, а также оборудование связи, точную механику для ВМФ и армии и электрическое оборудование. В 1943 году завод фирмы Siemens начали поставлять первую в мире радарную систему с обзорным сканированием, которая находила летящий самолет на расстоянии от 150 до 300 километров. Отличалась эта компания еще и тем, что на ее заводах работало более 50 тысяч подневольных рабочих и заключенных в концлагерей. Это, конечно же, не полный список известных сейчас брендов, которые работали на Третьей Рейх во время Второй мировой войны и ковали стальной наконечник копья под названием Вермахт. Напишите в комментариях, кто что думает по этому поводу, будет интересно почитать. До свидания!